Еще в 2005 году соотношение работающих граждан, за которых регулярно выплачиваются взносы в пенсионный фонд, и граждан, получающих страховую пенсию по старости, у нас составляло почти 1,7 к 1. А в 2019-м оно составит уже 1,2 к 1. То есть практически 1 к 1. И если не предпринимать никаких мер, то мы не сможем сохранить доходы пенсионной системы. Низкие демографические показатели не оставляют выбора пенсионной системе необходимые кардинальные изменения. По словам президента страны, на протяжении нескольких лет правительство просчитывало возможные пути развития. Например, дополнительные налоги для нефтегазовых компаний или продажа части государственной собственности. Но по данным аналитиков, этих средств хватит всего на пару месяцев. Ежедневно потребность на выплату пенсии же в России составляет 20 миллиардов рублей. В то же время сегодня уровень безработицы в стране самый низкий с 1991 года, а темпы роста продолжительности жизни за последние 15 лет увеличились почти на 8 лет. Учитывая это, повышение пенсионного возраста является оптимальным вариантом. В предстоящие 6 лет мы сможем ежегодно увеличивать пенсии по старости для неработающих пенсионеров в среднем на 1 тысячу рублей. В результате это даст возможность в 2024 году выйти на средний уровень пенсии для неработающих пенсионеров в 20 тысяч рублей в месяц. Сейчас, напомню, это 14 144 рубля. Предложения Владимира Путина в кратчайшие сроки будут внесены в законопроект в качестве поправок. А именно, пенсионный возраст женщин вместо 8 лет будет увеличен на 5. Досрочно отправиться на заслуженный отдых смогут многодетные мамы на один год раньше за каждого ребенка. Если в семье 5 и более детей, то выход на пенсию будет возможен уже в 50. Для граждан старших возрастов появятся дополнительные гарантии на рынке труда. А именно, административная и уголовная ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста. Также для этой категории граждан уже с 1 января следующего года максимальный размер пособия по безработице увеличится более чем в два раза и составит 11 280 рублей. Мила Янкина, СТС, Челябинск.